5 класс, 28 серия. Комбинаторика. Правила суммы. На почте продаются конверты трёх видов и открытки четырёх видов. Нужно купить или конверт, или открытку. Что-то одно. Сколько возможностей для выбора? Надо сложить 3 плюс 4. Получается 7. 7 возможностей. Мы можем выбрать либо один конверт из трёх, либо одну открытку из четырёх. Правила суммы. Если некоторый элемент А можно выбрать М способами, а элемент Б – Н способами, то или А, или Б. Что-то одно. Можно выбрать М плюс Н способами. Так, а теперь другой вопрос. Представьте, что нужно купить и конверт, и открытку. Три конверта и четыре различные открытки. Возможности перемножаются. Действительно, посмотрите. Допустим, мы выбрали красный конверт. Можно купить первую открытку, вторую, третью или четвёртую. Итак, уже четыре варианта. Хорошо. А если зелёный конверт? Тоже либо первую, либо вторую, либо третью, либо четвёртую. А если синий конверт? Первая, вторая, третья или четвёртая. Вот и у нас получилось 12 различных вариантов. Выбрать пару элементов. Конверт и открытка. Итак, задача решается по правилу произведения. Возможности перемножаются. Три возможности для конверта и четыре возможности для открытки. Получается 12 различных пар. Итак, правило произведения. Если некоторый элемент А можно выбрать М способами, а элемент Б – Н способами, то пару элементов А и Б – конверт и открытка. Можно выбрать М умножить на Н способами. Первая задача. Из города А в город Б ведут три дороги, а из города Б в город С – пять дорог. Сколько путей, проходящих через Б, ведут из А в С? Давайте пронумеруем дороги. Задачу можно решить полным перебором, записывая различные маршруты. Давайте начнём запись. Допустим, сначала мы идём по дороге номер один. Потом мы можем выбрать дорогу 4 или 5, или 6, или 7, или 8. Итак, если сначала выбрана дорога номер один, то потом у нас пять вариантов. Но может же быть выбрана дорога 2, либо дорога 3. Значит, ещё будет 5, да ещё 5. А всего 15 различных маршрутов. Итак, можно записать все возможные маршруты, решив задачу полным перебором. Можно по правилу произведения перемножить возможности. Здесь три возможности для выбора дороги, а здесь пять. Перемножая возможности, получаем ответ. 15 разных маршрутов можно составить. Вторая задача. Сколько всего четырёхзначных чисел, у которых все цифры чётные? Чётные цифры 0, 2, 4, 6 и 8. Если речь идёт о четырёхзначных числах, 0 на первом месте не записывается у четырёхзначного числа. Значит, на первом месте мы можем записать одну из четырёх цифр. 2, 4, 6 или 8. Четыре возможности. Так, в разряде сотен мы можем записать любую. Пять. В разряде десятков тоже любую из пяти. И в разряде единиц тоже любую из пяти. О том, что цифры должны быть разными, ничего не говорится. Значит, возможности будут такие. 4, 5, 5 и 5. Перемножая возможности, получаем ответ. Пятьсот. Вот столько четырёхзначных чисел. Третья задача. Когда велосипедист проехал 5,12 всего пути, от посёлка до озера, то до половины пути ему осталось проехать 1 километр. Найдите расстояние от посёлка до озера. Итак, он проехал 5,12. Половина пути – это 6,12. А он проехал 5,12. И до половины пути ему остался 1 километр. Значит, 1 километр – это 1,12 часть. Значит, весь путь в 12 раз больше. Ответ – 12 километров. Расстояние от посёлка до озера. КОНЕЦ Продолжение следует...